всем здорова я чуть-чуть при этом прильнул семинару макситон поглядеть посмотреть что они на рынке украины представляют много так интересненького как бы сказать прям что сильно что-то удивило сейчас покажу там буквально два материала остальное все что есть у всех с некоторыми особенностями с этим всем мы познакомимся чуть позже тут грунты первичные грунты эпоксиды все типы разбавителей которые применяются херова гора лаков не знаю куда их столько использовать интересен очень быстрый попробуем его это такой вообще быстрый быстрый на ине можно красить она высыхает под инеем даже а из такого интересного однокомпонентный грунт которому кроповокров можно дубасить на портире и так далее но он как бы есть у всех такое из то что больше заинтересовал сейчас покажу жижу святую прямо реально святую не видел ни разу и по крайней мере мне ни одна из компаний не показывала такое может нету может просто смысла не видят в этом но это указано что филлер но это нифига не филлер это однокомпонентная шпатлёвка я называю такой жижей потому что просто интересно мы и вчера так мазанули на тест-карту когда были на колористике познакомились интересные краски самое интересное это цена по сути на краску это шпакло я сейчас взял тест-карту мы на нее намажем посмотрим за сколько она примерно подсыхает и как она гнется это интересно попробовать намажем это с карту шпателем а на пластину на панель ее можно наносить кистью даже попробуем как она варса кистью как она варса шпателем как она сохнет и как она трется во первых ее надо вымешивать до до любому но она сильно не расслаивается то есть но она не расслаена но имеют в банке вы межа немножко подмешал потом следующий вопрос тебе как технологу зачем ее размешивать нет зачем она вообще сделана это финишная шпаклевка у них такое видение и чем однокомпонентная допустим и у них есть быстрый грунт однокомпонентный и у них точно так же отзыв который еще заварил в банке да да и точно также не надо вымешивать два это все делается быстро быстрый ремонт у них просто ездят новые тачки у них новые машины они не понимают зачем зачем какую-то бочину в бусе который лег шпаклевать просто единственное что я вижу из преимущества этой шпаклевки перед допустим тем же аналогом дельфин да у пола тем что он однокомпонентная но меня знаешь что смущает как она себя будет вести когда мы ее сверху покроем каким-нибудь компонентным материалом типа грунта без проблем мажется конечно приятно шпатель конечно говно ну блин но она и сохнет вот она по сути раз ты наносишь и начинает сохнуть следом пор нету это хорошо давай сейчас сюда еще вот тут как бы тонковато сейчас дальше но на толстый слона не расчет нет 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 это я пойду да это будем считать толстым а тут и растянул потоньше давай и попробуем как она трется это чистое тогда не надо где-то она просто где-то про не пора она рассчитана чисто протянуть пор протянуть поры царапина трещинка стандартный вариант зеленки которой ты пользуешься это мы оставляем мы тут будем смотри как она сохнет и трется она панели час намажу и я хочу посмотреть как она гнется среднем не толстом слое она пластик можно на любые сверху сюда без проблем на прямой пластик можно но через грунт а ночи через грунт по любом вот это можно скинуть в банку да то есть по сути нет нет отходов как таковы надо работать быстро и такого потому что она реально соку причина ты же да ты же видишь но ее я же говорю что я я вот ее первое когда она заехала я ее первый раз нашел себе такую кистью да да я нашел себе применение у меня было такой маленький момент в проеме где не хотелось поклевать разводиться я взял тупо кисточку и тупо вот-вот мелкий но и замазил просто вот реально что меня заинтересовало это то что просто я такого не видел ни у кого другого в плане что важно никого такого и нет она может и есть мне уже оказывали его особо никто не видел приятно пальчиком конечно растянуть этот проемчик да они сам завод почему говорит что у нее будет довольно минимальная просадка потому что ты видел да алюминиевые зерна вот такие зернышки я на камеру этого может быть плохо видно но просто как цвет показывают реально как мелкий перл так куда алюминиевый вот это вот это как бы как наполнитель для того чтобы не садилась для того чтобы она разница сколько времени 1245 сколько надо реально ну если очень тонкая там протяжка десяти минут там это в выше головы на такую посмотрим очередь вас на подойдем посмотрим вот через 15 час данный подойдем так еще попробуем на счет как она себя на растворитель поведет сильно быстро начнет реагировать на него или нет но окей на пальцы уже начало схватываться еще что мне понравилось здесь покажи реально растягивается очень похоже как тянется дельфин гулялись прямо да ну видишь на растекается да видишь на банке то написано что это это как бы грунт филлер да то есть по сути шпаклевка в технически пишет что это шпаклевка но на банке филлер окей пока ждем тогда все помоем прикольно сука в глянец вообще прям вот отсюда прям шик а тут уже видно начинать деталь кислый сок хотя сколько сейчас помещение на радусом в 15 наверное нет 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 так по шпаклевочки ну скажу так откровенно сохнет она в толстом слой херова херова ну холодно еще мы и кинули около печки прошло времени да уже в нормально времени включить нормально времени уже прошло по по крайней мере все высохло пластину сейчас будем гнуть а это будем терять но зато растянулась гладенько гладенько взял специально 280 потому что вот в таких случаях кстати пальцем размазал лучше чем кистью мне больше нравится именно вот в таких случаях она интересна основной это как бы ее предназначение да трется в муку ах одной рукой неудобно я думаю понятно да интересно царях очень даже интересно сейчас мы ее по износил и вот уж под ловочку мне интересен что она может какой результат дать и потом возьмем базу и чуть-чуть на нее шик ним базы хотят нельзя нельзя напрямую красить нельзя поэтому не будем думаю издеваться над ней но выводится хорошо выводится хорошо потому что на ней нет бугров никаких то есть у нас все гладко все четко все вся она высохла прям ништяк нравится давайте пас пластины позавляемся ни одна на тресну понятно но нормально нет не тресну я не вижу смысла ее тянуть я вижу смысл подмазать ее где-то под решеточкой в туманочке вот там если но для этого есть шпателя по пластику как бы но она видишь вполне терпимо не за конечно как она себя со временем покажет но на пластик ты сказал ее нельзя напрямую давай все таки ее поломаем пошла ну так я уже нормально согнула она просто раз трещина пошла сейчас поломаю и попытаться ее она сильно не уходит сейчас есть продувочник а ну дай мне воздух именно в продувочнике сейчас мы ее ну подуем но она в микро трещину пошла ну там где толстый слой я ее она еще не досохла просто в толстом слое тут слой не знаю миллиметр наверно точно больше больше чем миллиметр ну воздух я не должен взять она крепенько сидит я толстый тут еще и навалил а ну давай давай дуй не не рвет она не отлетает гейзи хороший короче назначение у нее реально вижу в таких проемах там не надо мазнуть пальцем и огромное преимущество ее это один к уверен что на нее нельзя красить будет рвать а ну давай растворителем шикер это для мытья вот она пошла и база не глиника на это напрямую нет однозначно по контуре порвется что-то произойдет надо под грунтовать и вот она сразу дано ну как сказать в обратную сторону активируемая ее можно разжижить доход она пошла все но грунтом накрыть там тем же один к грунтом накрыть не будет проблем надо этот этот материал надо с головой применять но есть материал которому все уже привыкли и знаешь уже на автомате и шпарят его тут надо понимать что чё надо чё не надо интересно сколько в двух словах в общем интересно тем что аналогов я не видел но они уверены есть потому что китайцы как как и китайцы они у кого-то это сперли саму идею по крайней мере по крайней мере они сперли я в этом что-то даже уверен 8 евро ролик 8 внутри 240 гривен килограмм шикарно вполне все шикарно и и много не надо и чет мне кажется что ты ее даже всю не доработаешь она у тебя все равно на краях банки начнет уже сохнуть процессе работы но цена цена честно невелика продукт имеет место жить быть интересную такое себе возьми ты видел кого-нибудь такой еще у кого не сперли реально как ты думаешь ты у кого-нибудь видел такой я не видно 1 к такой вот и мне интересно у кого не сперли саму идею даже хотя бы если понтом мало сверху поэтому я говорю я уверен что китайцы у кого-то эту идею потянули они сами по это не придумали материал есть мы на него глянули поэтому берите при нем применять и кстати еще в россии есть материал изи код изи код это то же самое только в этом россияне у вас это язык от ковыряйте ищите если интересно но мы позанимаемся грунтами лаками то есть у нас два дня еще есть о чем поговорить все всем пока